Микс Ньюс В гольф приходят по разным причинам Пять часов на свежем воздухе, в приятной компании В том числе прагматическим Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом Но одного не отнять Такой пол знакомых в гольфе, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни А все потому, что В гольфе человек открывается И уж точно можно сказать Попробовал один раз и в принципе Но зацепило так, что Каждый вторник Слушайте программу АП Гольф Ответим на все вопросы о гольфе Можете пояснить поподробнее, что такое Кадди В 15.30 на Радио Болком Здравствуйте, уважаемые слушатели Начинается программа о гольфе, АП Гольф И сегодня проведу я, Олег Пека Сегодня ведущими являются Александр Петров Гольфист, владелец издательской группы АП Гольф И председатель правления АП Холдинг Добрый день И гольфист, общественный деятель, владелец группы Адента Виктор Авгшталь Здравствуйте Добрый день И мы уже говорили о том, что через программу У нас будет обязательно появляться гости Которые будут рассказывать о стиле жизни Что значит гольф в жизни человека И насколько он меняет эту жизнь Обогащает ее И сегодня в нашей студии Президент Латвийской Федерации работодателей И член Президентского Совета Бизнес Юроп Виталий Гаврилов Здравствуйте Добрый день Ну что Добрый день, Виталий Добрый день, Саша Добрый день, Виктор Да, большое спасибо Добрый день, гольфист Нашел время Да, ну, Виталий, наверное, традиционно начнем Как ты попал в это движение и когда? Я думаю, что традиционно сегодня надо сказать Как климат поменял вообще ситуацию в Латвии Понимаете, что мы начинаем играть в гольф уже в январе Не переставали Многие говорят, да, климат меняется, что-то плохо Надо там бороться С одной стороны, конечно, надо климат смотреть, как мы влияем на него Потому что здесь в основном представители же бизнеса Поэтому гольф, конечно, начать играть в январе Это просто прекрасно, потому что мы всегда завидуем Испании Завидуем Южной Африке, завидуем Австралии А сейчас просто прелесть Можем играть уже и в Латвии Виталий, все равно Давай вернемся к вопросу Поздравляю тебя, Саша, с этим открытием Это не открытие Это у нас, как это получается, сезон не заканчивается С Фиктором не так давно Да, неделю был закрыт в октябре Снег был, да, но все остальное Вот, возвращай все-таки вопрос Я знаю, что ты один из тех людей, который начинал гольф в этой стране И, наверное, один из тех, кто посетил максимальное количество стран Из возможных, где есть гольф И поиграл, наверное Естественно Расскажи про это, если не трудно Я думаю, что, конечно, очень приятно, что в Латвии гольф развивается Мы начали, практически, играть в 90-е годы В начале 90-х годов И этот, конечно, ритм Это, конечно, нам дал и понимание о том Что почему этот гольф, да, почему надо играть Потому что весь мир играл очень долгие годы В Латвии не было ни одного на 90-е годы Начало 93-го, что не было ни одного гольф-поля Но в данном случае это уже говорят, что Жизнь прекрасна, неповторима и полна возможностей То есть эта возможность нам как раз и представилась Вот в 90-е годы, когда начали заниматься бизнес Затем именно бизнес, который был международный А я в то время был когда-то с президентом Алдориса И мы создали совместное предприятие с скандинавскими странами А скандинавы, это, как известно, очень большие любители гольфа И поэтому, когда начинали они всё время говорить о гольфе и так далее И так далее, я думаю, боже, жизнь прекрасна, наверное Всё-таки, когда красивые поля, красивая природа Всё подстрижено, всё сделано Особенно, когда приезжаешь в страну, допустим Та же самая, допустим, Дубай И ты видишь, или, допустим, в Зимбабве где-то Когда там с ножничками сидят и подстригали И подстригают эти поля, где дорожки, по которым ты ходишь То есть, понимаете, это такое, что, ну, что-то Интригующее такое, да И, конечно, шведы, и финны И, конечно, датчане Они просто, такое у них отношение, как бы, ну, божественное к этому делу Потому что много анекдотов, что на эту тему есть О этой божественности гольфа, да Что ничего не может остановить игру в гольф, да А в бизнесе это обычно до обеда или часов до двух-трёх Если ты выезжаешь куда-то, мы занимаемся Восемь членов совета работаем, да Рассматриваем стратегии, маркетинговые стратегии Развитие продукта стратегии Экспорта стратегии и так далее И, конечно, когда это заканчивается всё Все сразу берут плюшки и на гольф-поле И для меня, конечно, это был тоже вызов, да И когда у нас было первое выездное заседание во Франции И мы жили на гольф-поле, которое принадлежало двум японцам Это примерно 100 километров от Парижа, да И закончилось совещание, и что? Воворят, ну что, идём играть в гольф Слушай, а я же приехал в костюме, в галстуке, да И пришёл, взял эту клюшку и пошёл дождь И когда я раз в пять ударил Знаете, первый раз, когда ты ударяешь Ты был весь уже в этом самом грязи И я понял, что вот это было решающее Я пошёл сразу в магазинчик, который есть И купил всё отверху до ботасов Всё в этом магазине Приял, когда в Латвию с этим делал У меня, получается, был первый такой Один из первых, наверное, который был такой Настоящий гольфовский костюм, да Так что это началось уже давно Ну это практически, ну 95-й год, можно сказать Хотя в 93-м году присматривали, съездил, но ещё не играл С 95-го года начали играть в гольф, да Потому что, понимаете, в бизнес это ещё одна возможность такая Что, если говорить только о бизнесе Одну часть из твоей жизни, из этих 360 градусов, которые есть Как ты можешь распределить своё время, да Сколько ты времени на бизнес, сколько на семью, сколько на хобби Сколько на другие все интересные вещи, да То эта гольфовская в конечном итоге тоже начинает занимать Довольно значительно, потому что оно дополняет жизнь Ну мы, наверное, радиослушателям скажем, что гольф – это не всегда бизнес Не только бизнес, это как бы достаточно широкое социальное движение Однозначно То есть, и насколько твою жизнь изменил гольф? Я думаю, что здесь очень правильно подметил ты сейчас, да Что это и социальное явление, потому что гольф – это, некоторые говорят, как и семья, да То есть, допустим, мы в нашей семье играем Я, Лидия, начала играть в 2000 году, да Потом стала восьмикратная чемпионка Латвии среди сеньоров, да Так что это внуки Дети играли, внуки играют Так что, и плюс-то надо иметь в виду то, что, понимаешь, когда ты очень занят в бизнесе, да И тебе даже дома иногда нет возможности поговорить, потому что ты всё время в бизнесе, в поездках и прочее И Лидия смотрела, смотрела, и когда у нас было одно из советов заседаний в Морбее, в Испании, да И было предложение, всё, а приехали многие жёны, да, некоторые играли президентов, да И надо было идти на гольф-поле И она очень рада сейчас вспоминает, когда приехали, когда там швед, парень такой красивый, здоровый, с клюшками Стоит и обучал их Не знаю, была ли это главная мотивация Но главная мотивация для неё как спортсменки была, что она, кстати, член сборной Латвии была по шахматам И играл в сборной Латвии вместе с Михаилом Талем И, естественно, ну она сама по себе азартная И, конечно, когда она увидела эти возможности, которые открывает гольф, да И особенно, когда ты очень занят, она тоже занята и в бизнесе, и в общественной работе, да И когда ты можешь пройти 10, 12, 15 километров, да Причём в красивой атмосфере, да И небо может быть красиво, и деревья вокруг всё убраны, и птицы, и звери бегают, и прочее Это, знаешь, такое вот как дополнение Так что я думаю, что это тоже такое большое значение имеет в виду и для семьи, и для укрепления Что ты идёшь, и что ты не успел дома поговорить, ты можешь за 5 часов, или за 4,15, если хорошо идёшь, да А если едешь на гольфкар, то тогда меньше времени, конечно, остаётся на это Но всё равно поговорить можно спокойно Так что обсуждаешь и семейные дела, и бизнес, и прочее Так что я считаю, это уникальное дополнение Потому что если нет общих интересов, то тоже очень тяжело Даже семьи, говорят, распадают, что нет общих интересов Гольф отбирает время у семьи, да? Но не должно так быть Ну и не должно, поэтому надо семью увлекать То, что вот Саша, вот Аппай Гольф там пишет про Пуситов, да? Вот как они тоже увлекают детей, и те сейчас на хорошем уровне играют Так что от родителей, да и от дедушек, от бабушек много зависит от того, как ты можешь сплачивать семью У нас внук 7 лет будет, а он уже с клюшками, ещё ползал только, у него уже в руках были клюшки Да, если смотреть, то там Рори Маккелрой, да, и Тайгер, у них первые видео с двух лет они Да, в то же самое Или как только ходить начали, даже быстрее может быть Ну это благодаря тому, что Латвия позволила себе это делать, и всё развивать И не то, как мы говорим, гольф такой, ну хорошим уровнем, но и пляву гольф, то есть на луговой гольф, да? Хотя в Латвии тоже очень много мест, где можно Так что в Латвии этот процесс идёт непрерывно Если говорить про то, где играли, что играли, и так как мы с Александром начали, ну не так давно Я успел быть в 10 странах и поиграть, да, Бали, да, Европа, что ещё, в России, да, сколько стран и сколько полей у вас Ну мы играли с Лидией в 57 странах Сколько у нас стран? Сколько у нас стран? Из 257 это уже неплохо, я думаю, да И интересно то, что, понимаете, каждое гольф-поле оно уникальное И где бы ты ни играл, и в европейских странах практически во всех, да? Или Австралия, Новой Зеландии, допустим, Южная Африка Америка, я играл в Китае, я играл в Японии То есть, на везде, потому что, вот, когда ты встречаешься, понимаешь, люди там находят себя тоже Сразу же, в каком-то моменту ты даже зацикливаешься, что надо поиграть в гольф Вот мы, допустим, тогда встречались с президентом Федерации хоккея в Японии, да? И, ну, мы с ним говорили о гольфе, он говорит, поехали, поиграем И мы из Токио на этом скоростном поезде, такое местечко называется Анатоми, да? Шикарный, девятилуночный, да? Но это сказка, это просто сад И причем, знаете, самое интересное, что ты едешь не на гольф-каре, да? А ты едешь, маленькие рельсы проложены, да? И садишься, как на маленький поезд Он подводит тебя, он тебя подвозит к очередному месту, где ты выбиваешь Ты выходишь, поднимаешься, будешь на берегу горку, ударяешь, летит И все вокруг цветет, и птицы поют Это на берегу океана, это вообще фантастика То есть столько мест может быть Или, допустим, когда ты играешь в Южной Африке Или где-то там есть такое место одно, в котором ты выбираешь из скалы Скала 400 метров, называется 19-е гольф-поле, да? Тебе на вертолете поднимают наверх Тебе дают там 7 мячиков, ты их выбиваешь, чтобы попробовать попасть, да? Ну, ни один даже чемпион мира не попадал, чтобы сделать холл-ин-ван Так что, в общем, много таких интересных мест Или, допустим, поля красивые в Новой Зеландии, да? Мы считаем у Слида, если мы как раз несколько обговаривали это, да? Что где вот самые красивые поля есть, да? Одно из них, я считал, допустим, это в Новой Зеландии Клифф Кап Да, это между каждым полем, да, фактически овраг Через овраг этот самый мостик перебрасывается И ты уже переезжаешь, потом ты уже останавливаешься Идёшь в телесферу, откуда, и выбиваешь, да? Да, ну, понимаете, везде что-то такое шикарное Главное, природа вокруг Потому что все гольф-поля расположены в красивых местах Конечно, есть, допустим, и пески Допустим, и в Америке можно видеть Что, допустим, давайте Песочное гольф-поле То есть только маленькие Да в ту же пиарную, в которой мы играем На берегу моря, да? В основном песок вокруг Но, конечно, ты выбиваешь уже Ну, как бы такое цивилизованное, красивое место На берегу моря Всё это Да такое впечатление даёт хорошие Ну, конечно, нет много времени особенно играть, да? Единственное, для бизнеса это Всегда проблема вырвать время, да? И поэтому куда-то едешь Обязательно стараешься совмещать, да? Потому что мы же играем И теннисом можем играть И играть, не знаю, там И другими И на велосипеде кататься И на лыжах кататься И всё это надо совместить А приходится брать с собой оборудование? В основном берём с собой Когда едем, то берём с собой Но когда на один-два дня Тогда просто берёшь в аренду Например, приехал в Мадрид У нас огромная конференция Встаёшь, допустим, в 6 утра И уже ты С 15-18-18 открывается поле, допустим Ты уже там Чтобы, допустим, пройти 9 полей Там за 2 часа И сразу обратно И на совещание То есть стараемся Стараемся постоянно совмещать Потому что Азарт есть такой, да? И вот тогда приезжаешь Тогда берёшь просто клюшки Хорошо, тебе повезёт Хорошие клюшки Но иногда просто И не очень хорошие клюшки И поэтому играешь Но махаешь Понимаешь, когда ты сидишь Весь день за столом Потом обед, ужин Это всё Это заставляет тебя Откуда энергия из тебя Прёт, да? Просто надо её Надо её Как-то И гольф-поле Это одно из лучших моментов Причём ходить А вот на Корсике Когда были, играли У нас было совещание Потом на один день остался Пришло взять машину Ехать На Корсику туда Сам за рулём Доехал А так было Три дня совещания Думал, надо идти пешком А там На берегу Огромный океан Всё это Приходилось Все пешком А с кем я играл Те ехали на машинке Понимаешь И я когда понял В конце Уже когда Закончил играть И шёл уже От поля К гольф-клубу И на берегу Какого-то озерца Схватила судорога Это кошмар Вот тогда Я поступил Что Я был где-то Не знаю Два сантиметра От этого озерца Чтобы туда не кувернуться Понимаешь Когда судорога Ты уже не соображаешь Какая ситуация То есть Это тоже бистами Говорится Опасно Которая есть Но тем не менее То, что ты получаешь Потом идёшь В океан Поплавать И всё прочее Это уже Уникально Если про поля говорить Я в Германии Играл на поле Которое было Построено На старой свалке И из-за того Что там Всё время Происходят Ещё процессы У них Грины Закрывается Поле Позднее всего Потому что Всё время тепло И снега Почти никогда не бывает Это Один из самых Долгих сезонов Так что люди Придумывают Всякие места Где можно играть Гольф Но поле Очень интересное И оно уже Не молодое Там уже Деревья под 20 метров Вообще Это уникальное место Где в клубе Когда люди Общаются между собой И причём Вроде ты член клуба Одного большого А в этом клубе Потом складываются Уже Такие группы Допустим Мы играем Принчу Каус Принча Каус Ездим по Латвии Где-то ещё Играем Потом за границу Человек там 10-12 Понимаешь Находятся какие-то Дополнительные интересы И прочее Ты тоже Саш Ездишь Вы сейчас едете В Малагу По-моему Тоже Или планировали Куда-то Да Мы ездим Мы ездим Активно Мы в Сан-Ремо играем Мы везде ездим В Монако В Монако играем В Монако Да бываем Ну Я как бы хотел бы Больше наверное Затрить внимание На том Что Гольф Это Скажем так Дает возможность Скажем так Любому человеку Взять клюшки И им помахать И дальше Соответственно Уже Где-то общество В котором он находится Может сформировать Его и будущее В каком-то смысле Ну туда В основном Приходят люди Уже которые Мне кажется Уже более-менее Сложившиеся По крайней мере То что я вижу Вокруг с кем Потому что Если у нас идет Допустим Правление Совет какой-то То мы все Допустим Не знаю 15 стран Президенты Компании У нас есть Общий совет Допустим Развитие Это обмена опытом Мы дополняем Друг друга А в Гольф Когда приходим Мы вроде С одной стороны Хотим расслабиться Но все равно Там продолжаются Эти же разговоры Продолжается Продолжается обсуждение Все эти И прочее Но с другой стороны Есть и другие Как я сказал Допустим Принча Каус Или еще какие-то Кубки Там разыгрываем Это прекрасно Или сейчас Будет зимний Чемпионат От Латвии И надо Трудно вырваться Ждем Ждем Целый год С 21 по 29 Виктор В Тукумсе же Ну как бы Играют же люди В Тукумсе Да Пока нет Это и мой Следующий вопрос Если смотреть Про Гольф Латвию Да 57 стран Из них Одна Латвия Насколько Мы считали На прошлой Две недели Назад Что в Латвии У нас 11 полей Где играть Да Да Я не был На Трех Мне кажется Или на двух У самого Где был Потому что я знаю Что Лидия Ездит Везде У них Женский клуб Это святое дело Они по всей Латвии Мне кажется В Фейсбуке Каждые выходные Видно Что они там И там И там И там И полевой Фотографии Супер Да И полевой Голф Получалось ли С Лидией Ехать Конечно На всех 11 Нет На всех нет Но на большинстве И комментарии Я думаю Понимаешь Это еще одно Такое Что мы Тоже Едешь Ты поддерживаешь В том же Тукум Все Вот когда Из Юрмала Там довольно близко Близко Недалеко ехать Поиграть И Андрис Диана Быстренько Все Молодцы Они энтузиасты Они сами Он сам Ухаживает И все прочее И когда приезжают В субботу Или воскресенье И с удовольствием Походишь Там тебе и чай Сготовит Диана И печеница И еще какой-то Пирожок И еще какой-то Тортик У кого-то еще День рождения Совпадет То есть Понимаете Это такое Движение Целое Людей Которые Увлечены Этим делом Хотя они все Тяжело работают Наверное с утра До ночи И потом Когда вырываются Думают Боже Как хорошо Вот это и есть Какое-то чувство Которое дается То есть Это возможно Ты можешь это не делать А в то же время Можешь валяться на койке Например Так нет Лучше же пойти Это любому Это доступен Ведь спорта Сегодня он не такой дорогой Как некоторые говорят А что бы ты посоветовал Людям Которые бы Хотят сейчас Начать играть в гольф Но по каким-то причинам Боятся Опасаются Ну надо просто Прийти в клуб И надо первый раз Взять Взять тренера Просто необходимое Потому что тебе рассказали Об основных правилах Как держать клюшку Как подобрать себе клюшку Тем более Все сегодня Можно взять в аренду И это тоже не так дорого И сегодня клуб Очень активно работает И Озо И Вестур И Юрмала Ну ты не думаешь Сигул Да и Сигул Да работает Ну все Посмотрите Через Сегодня Сегодня вот это Интернет Он дает такую возможность Фактически Даже иногда Не участвуют Просто посмотреть Как это выглядит И как это есть Я посмотрю на вас С Виктором На зимнем Если будет Трансляция Виктор пришлет И у него там В фейсбуке Все там Поэтому я думаю Что тем людям Которые Это хороший вид спорта Особенно людям Которые рекомендуются Пройти Не знаю Там минимум 3-5 километров Попробуй себя заставить Пройти 5 или 7 километров Ну трудно Даже выйдешь Юрмаль на пляж Тут и 12-15 Причем с нагрузкой Ты же все время Еще и холмистые И в той же В Сигулде Но мы знаем Какая у тебя коляска Ну иногда Понимаешь Коляска Тоже необходима Особенно когда Три дня подряд Едем в Эстонию Будем играть И Балтийских стран Синьор Кап И прочее Так что Но во вторых Что же Время тоже ограничено Потому что Если тяжелое поле И просят Все-таки тебе нужно Не только тележка Даже все быть одинаковы Сколько чемпионат Латвии сейчас будет У нас Там ходит Там 6 дней Будет подряд Кто едет Видзимас чемпионат Два дня Видзимас Восьмой Мне кажется И латвийский восьмой И потом Да И потом три дня Да Для слушателей Хотел сказать Что уже можно посмотреть Открыты уже будут В мае Дни гольфа Да Клубы уже открывают Посещения Так что там Чаще всего Каждый год Можно прийти Посмотреть Познакомиться с гольфом Будут тренера Будут открыты поля Будут Будет возможность Самим попробовать И узнать И о практике О теории О этикете Да Так что приглашаем всех В ассоциации гольфа Есть уже Даты Есть Эти даты Тоже в клубах В Юрмальском клубе Мы это отдельно Анонсируем Потому что Клубы Они очень проактивны Допустим Вестеры приходят Типа И завтрак можно И пообедать Прекрасно То есть Ребята делают Настолько сегодня Все клубы Стараются Какие-то еще Дополнительные Как бы Привлечь людей Да То есть Это не просто Место прийти А можно с семьей Приехать И кто-то один играет Или два Увидят как другие играют И увлечется Тоже попутарить Немножко Это же движение Это все Это все Что тебе дает Ну как бы Здоровый образ жизни Да А тех Которые Приезжают не за рулем Могут бокал пива выпить Например То что у нас было Традиционно Но без алкоголя Без алкоголя Да Мы не рекламировали Но алдерс И без алкоголя Тоже есть Так что все Так что Я думаю Что гольф Это отличная игра Это одна из Ну как Одна конечно Из таких Активных Но мы приглашаем Играть Приходить на гольф-поля Больше Знакомиться С друг другом А лучше Выбрать ближайшее Поле Или Ну Имеет смысл Отправиться все-таки В клуб Где Ну не знаю Поле больше Больше традиций Лучше тренеров Ну везде клубы Чтобы так не было Нет ни одного Просто поля пустого Который пришел Ну можно наверное выйти На пляж Или у себя в огороде Побросать А если ты приходишь Либо в Сегуды Либо в Тукумс Либо Либо Весту Риоза Юрмал Ну любые В Лимбаши поедешь Куда хочешь В Лимбаши поле есть Да Для плявугов Пляву есть В Валмире есть В Валмире И в Валмире С ним туда тоже ездим Играть Да А девушки только что ездили туда Когда? Играли Да И поиграли Сейчас есть эти самые Они просто тренируются Там стоит Тренировочный стенд И ты тренируешься И то же самое Мы были Не знаю В Вестури тоже Перед завтраком Пошли поиграли И потом пошли на поле Поиграть Ну мы провели Саши Две или три зимы Мы когда здесь Не позволяло Поля не позволяли И мы были на месте Две или три зимы Мы Ну раз в неделю На тренажере Мы играли Да Сначала вдвоем Потом втроем Ну четвером Мне кажется Пару раз играли Да Есть такая возможность тоже Есть симуляторы В Латвии Так что Юрмала Энри Вестури И главное это И детям Там все играют Приходишь Посмотришь И маленькие Три года Пять лет И десять И взрослые И пенсионеры Все это нужно Там тренер не нужен Да Там можно Можно играть Своё удовольствие Да Это как компьютерная игра Да Бьешь мяч Мячиками По экрану Да И твой мячик Скажем Ну не по экрану По полотну Ну по полотну Да Ну еще интересно Что понимаешь В некоторых полях Допустим Есть же свои правильные игры У меня вот один случай Такой был Прилетаю в Брестсель Да У нас там конференция Да И наши коллеги Из Бельгийской конференции Работодатель Говорит Приглашают завтра Пойду поиграть Там Кинг-гольф Гольф-поле Да Ну королевский гольф-поле Там Частный клуб Да Ну я думаю ладно У меня шорты были Рубашечка была Думаю ну приду Поиграть Да Пришел Оказывается там Нельзя чтобы были тебе Короткие носочки Да А чтобы были обязательно До колена Чтобы расстояние между Шортами И этим было Примерно минимальное Там да Пришлось покупать Как эти Носочки Носочки Удлиненные Для того чтобы Опустили на поле Да Ну таких историй есть И по Сан-Эндрюс тоже Да Сан-Эндрюс да Человек ждал в очереди Три года Вышел на первую лунку Размахнулся Сделал тренировочный удар Приехал Маршал И сказал Извините Нет у нас Тренировочных ударов На Т-боксе У вас игра закончилась Деньги заплатил Да Деньги заплатил Так что Этикеты правила гольфа Они Они Не знаю Их железно надо За ними следить Ну сейчас и новые правила игры Вот тут у Саши В этом журнале Сегодня описаны Все новые правила игры Которые Что разрешено Более демократичнее стало Больше что разрешено Да Допустим И в этих Песочных ямах Каких этих Правильно Но штраф Не уменьшается За два удара Штрафных Ты можешь вытащить Да Я думаю Что заканчиваем Может быть все таки Очень хорошо Что это и семейный вид спорта Да Так что Можно брать и детей И всех Идти Тренироваться И заниматься спортом Укреплять Латвию Это движение спортивное Которое называется Гольф движение Ну что же Спасибо большое Александр Петров Виктор Авкштоль И Виталий Гаврилов Сегодня были в нашей студии АП Гольф Программа о гольфе Слушайте ее По вторникам Через вторник В 15.30 Спасибо вам Всем хорошего дня И игры в гольф Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому